привет моим подписчикам привет интернету ребят вот сегодня интересный день на на ролике вот пришла машина хозяин утром звонил хозяин сзади стоит этого сын снимает юра его звать вот значит заводит говорит заводим она заведется сразу глохнет я объясняю мужики ну снимите фильтр снимите там вроде что-то брызгит нет ребят искра есть и смотрим бензин я вот так моего заведите машину машину заведите нейтралку я сам буду газовать вид ребят не заводится смотрите но проблем теперь что мы делаем первым делом я уже показывал уже несколько таких фильмов было меня давайте проверим искру а если искра у нас на свечах а нет искры тоже не заведем ну давайте делать очень просто посмотрим сюда проверяем искру внимательно вот так смотри ребят проверяем искру если искра давайте прощать есть стоп 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 ребят есть искра смотрим мужики а есть искра у нас на свечах смотрим дай одну отвертку любую вот эту красную зачем это тонкая да вот эту вот смотрите наконечник далеко проверьте искру нельзя я ему говорю ой господи грунты засунуть туда отвертку куда ну грустного проверить ну замкни гру это бесполезно ну бесполезно ну я не знаю человек вводит посмотрите я вот что делаю не могу я достать провод вот теперь смотрим вот здесь вот вращайте вот здесь скрытку топ 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 я не вижу искру давайте а искры то нет мужики искры то у нас на центральный приходит она и мляха и муха ну-ка еще вот отсюда посмотрю в темноте ну-ка хорош есть искра просто очень-очень-очень-очень на букву х ладно ребята черт с ним это понял что наверно в провода силиконовые здесь сопротивление огромное ну вообще сладейшая искра мужики ой господи боже мой господи боже мой снимайте пока снимаете я сейчас узнаю посмотрите я просто покажу вам сегодня надел 5 комплектов на уазе вот таких проводов они даже подешевле стоит у меня попросили 5 комплектов сейчас возьму центральный провод центральный провод где у меня центральный провод вот он и проверю правильно я прав или нет то есть не желе это искра такая слабенькая вот сюда воткнул да ладно пока нет ничего интересного пока нет вот так и посмотрю здесь мой сонар стоит так давай вращай искра лупит аж звук поэтому все все прекрасно еще раз смотри давай хорош все 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 ладно это просто провод садить мужики вот как про провода садит напряжение садит напряжением ладно там мы проверили искра есть все есть дальше смотрим мужики такое впечатление даже вспыхнуть нечему а бензин то там есть на ваших глазах смотрю мужики если там бензин ты снимай все ролик испортится испортится не получится но черт с ним с роликом черт с ним с рублем да как мужик переносит это через пропасть каната ходит переносит людей там за рубли раньше советское время рубли были там где-нибудь там в горах ну и берет двух сажает людей там в эти коромысла и идет по пропасти и вдруг у него что-то там что-то у него там равновесие теряет теряет раз отцепляет 1 летит хрен с ним с рублем сейчас посмотрим а если бензин опа сюда так новенький карбюратор муж но мужики новенький то новенький ну чё-то все-то минимум же чё-то какое-то радужное покрытие это не китаец ли случайно смотри а кошмар какой ужас ну ладно ладно пошла дать вот эту отвертку сейчас я вскрою значит вскрою я карбюратор посмотрю а есть там бензин то может там бензина нет так давайте снимем здесь у меня такое правило сниму здесь чтобы вдруг там правда здесь есть бензин там уровень у нас сразу же заодно проверим мужики а вот тут есть бензин смотрите что-то там такое есть мы поднимаем что-то этот нет вернул мужики а топлива есть здесь топлива есть ну правда его мало ну конечно уровня то нет нифига мужики это китаец чистой воды китаёза а даже не китаец вот такая что это такое меня спрашивали люди а ты что-то а ты 71007 c вот мужики кто-то спрашивал меня в интернете а выгод знаете какой чешский что ли этот карбюратор мужики от не чешский это тот же китаец только вид сбоку та же хрень вот так я первый раз лишь такой карбюратор мужики ей богу никогда не было поплавок ладно сейчас мы его сделаем уровень хороший уровень диска с нет ни туда не в красную армию не годится ну ладно так брызгать топлива прыгает все там есть это жиклеры не смотрел такие вот первый раз вижу такой мужики карбик ну радужные у нас так не кроют наши это покрыто не 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 чем-то покрыто здесь то ли матом то ли еще чем-нибудь но вообще-то металл он не кроется ничем этот алюминию он как есть так и есть ладно бог с ним есть у нас там бензин хорошо а заводиться равно не хочет заводиться все равно не хочет почему будем смотреть мужики почему не заводится может быть свечи сырые может быть свечи сырые но даже искры нету ну поток то должен быть какой-то скорее всего слабая искра поэтому нет но искры практически нет он не доходит потери 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 и теряем теряем искру теряем искру так ладно допустим все есть искра есть но слабая наверно оттуда просто не доходит до свечей так подписчики мужики смотрим сюда все я продолжаю ролик вот этого который начал мужики ну это конечно я не говорю что это карбюратор говно нет не говно это говно в кубе смотрим сюда вот я сейчас нашел все-таки завел машину хотя мне это стоило больших трудов поставил свои провода значит ладно вот смотрим ребят сюда все внимательно смотрим вот я закрыл воздушку берем тянуть тягу этого пускового устройства но вообще не работает не двигается а знаете как она работает интереснее что вам покажу какое говно все-таки делать в стране когда нет вот даст не справляется сразу находятся фирмы которые рады предложить на рынок так вот безобразие смотреть сюда заведите машину вот смотрим на людей вот как пусковое устройство эта зимняя не работает вообще смотрите вот я ее давлю она даже не отрегулирована а вот смотрите вот смотрите вот сейчас вот вот сейчас вот начинаю дazовать и вот эта вот рейка сама от рассвещения идет вот видите пусковое работает вот выключайте 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 Его тянет не пусковое устройство, а его тянет разрежение. Ну, такого безобразия я никогда не видел. Да, мужики, вот столкнулся, выключите, выключите телефон. Так, ладно, что же с вами делать, что же с вами делать, что же с вами делать. Ну, попробую, пусковое не работает вообще, оно стоит, но вообще не надо будет видеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такое впечатление, что там ни каналов нету для пускового устройства. Ничего там нету. Работала машина, работала. Ребята говорят, что она работала. Ну, я им не верю абсолютно, что она работала. Что работала. Вот заведите еще раз машину, мы вот посмотрим. Смотрите, чтоб не надо заводить. Сейчас смотри, что я сделаю. Я сейчас. Левой рукой. Левой рукой. Очень удобно левой рукой. Ну, что делать? Мастурбатор одного спрашивает. Ну, расскажи, как? Он дневник пишет. Вчера, говорит, пробовал правой рукой. Кайф. Еще как-то это божественные впечатления. А сегодня пробовал, говорит, левой рукой. Неповторимые впечатления. А сегодня, говорит, я пробовал женщину. Жалкое подобие левой руки. Жалкое подобие левой руки. Ну, ладно, смотрим. Сюда смотрим, 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 смотрим. Так, ну, я попробую. Да, вот я выворачиваю винт. Так, посмотрю сейчас у нас там. Не-а, она как не работала, так не работала. Юр, иди сюда, дорогой. Я винт выкручиваю. Ну, понятно, то есть, безобразие полное. Вот как вот этот не работало. Ой, Господи, Боже мой. Господи, Боже мой. Господи, Боже мой. Как удивителен. Разный свет. Так, давайте я сейчас отверну пусковое устройство, вы все увидите, что это полное безобразие. Мужики, не берите такие карбюраторы. Просто не берите. Это просто антиремонт. Карбюратор – это сплошной антиремонт. Ребята, ну, вы попали, конечно, по полной. Ну, как попали? Ну, вы же не знали. Причем карбюратор как похож на наш. А на самом деле это такое геморрой. Нет, он, может, на главное-то и поедет. Но нам еще и пусковое устройство нужно. А его у нас как такового нет. Ни пружинки там нет. Так. Вот сейчас я вот так раз. Пружинка-то есть. Правда, и винт вот здесь сидит. Да, кошмар какой, ужас. Ну, видел я все, мужики. Вот такого, блядь, геморрой я еще не видел. Не встречал. Попробую сейчас сделать. Попробую сейчас сделать. Видать, не регулирует вообще. Винт вывалился, вы сами видели. Сейчас мы его вот туда вот немножечко завернем. Мне бы увидеть конструктора. Не конструктора, а кто это вот все делает. Ты что все время дрожишь, а? Замерз что ли? Да, есть такое. Есть такое. Ну, бляха-муха. Ну, прими дозу. Дозу прими. Мужики, мы все-таки нашли причину в пусковом устройстве. Винт полностью вылечил. Так. Ну, это такое давно больше никто пусть не покупает. Вот этот парень сейчас, он молодой, машину не может. Ему хватит пока эта машинка. А потом надо все это как бы отуслюнить. Ни один размер не работает. Ни один зазор не работает. Ни один размер не работает. В общем, все, что можно было нарушить, все нарушено. Ну, снимай, снимай. Мужики, вот, не знаю, получился ролик, интересный, неинтересный, но я впервые встретился вот с таким карбюратором. Действительно впервые. Меня все спрашивают в интернете, вы слышали о таком. Ну, сейчас услышал и увидел даже. Ну, ничего хорошего в нем, конечно, нет. Поэтому я не рекламирую свой завод. И не говорю, что там, я патриот своего завода. Но он, конечно, дороже, чем все эти вот китаезы. Но все-таки лучше пользоваться дазовским карбюратором. Это на сегодняшний день высшие качества. С вами был я, Наил Порошин. До новых встреч, до новых роликов. Всем всего доброго, крепкого здоровья. Дальше.